Музыка Людмила Ивановна, расскажите пожалуйста о ситуации с бродячими собаками сегодня в городе. К сожалению, бродячих собак в городе очень много. Их отлов не проводился с весны 2014 года. Не исключено, что часть этих собак больны бешенством, потому что сейчас помимо проблемы бродячих собак резко увеличилась численность лис на охотничьих угодьях, которые окружают город. А лисы для нашего региона являются основным источником бешенства. Бешенство заболевания неизлечимое, поэтому заболеть им конечно нежелательно никому, из горожан. И меры профилактики нужно принимать и ранее. Скажите пожалуйста, есть ли в городе вакцина от бешенства? Да, есть антирабическая вакцина против бешенства. Хватит их запасывать вакцины месяца на два и мы уже подали заявку на приобретение необходимого количества антирабических препаратов для того, чтобы иммунизировать против бешенства всех, кому эти препараты необходимо назначить, чтобы не заболеть бешенством. Не все укушенные прививаются против бешенства. Прививки назначаются тем лицам, которых кусают неизвестные собаки, собаки, которые или кошки, или другие животные. В общем, все животные, которые имеют слюнные железы. Потому что бешенство передается через слюну в момент укуса. И если за животным можно установить ветеринарное наблюдение, или от врач подтвердит, что животное на самом деле не бешеное, для этого нужно наблюдать в течение 15 дней за животным. Прививки укушенному не назначаются. Если животное исчезает, убегает, заболевает, или оно изначально сразу неизвестное или дикое, прививки нужно назначать полным курсом. Если их вовремя не провести, человек может умереть от бешенства. Потому что когда заболевание начинается, вылечить его невозможно. Не только на Украине, но вообще во всем мире лечить бешенство не научились. Скажите, пожалуйста, вот сейчас ни для кого не секрет, что резко увеличилось количество бродячих животных на улицах. Каким образом себя вести, если уже попал в такую ситуацию, когда тебя окружила стая собак? Или вы видите, что навстречу идет стая собак? Пожалуй, это будет самый сложный вопрос, который вы мне задаете, поскольку точного ответа на него, конечно, нет. Но, возможно, остановиться и не проявлять никакой агрессии по отношению к собаке. На недвижущиеся предметы и живые существа собака не так агрессивно отреагирует, как на все остальное. А так предвидеть ее поведение – это достаточно сложно. Хотелось бы, чтобы собак было меньше на улице, чтобы люди не думали о том, как от них спастись и какие меры предосторожности принять. Вы как врач, в чем видите способ решения этой проблемы? Конечно, в регулировании численности бродячих животных. Чем меньше будет бродячих животных, тем меньше люди будут подвергаться нападениям. А для того, чтобы регулировать эту численность, необходимо создавать специальные организации, оснащенные спецтранспортом, средствами отлова, спецодеждой. Потому что не так уж и легко поймать бродящее животное, которое будет от вас убивать. Но все это требует, безусловно, финансовых вложений. Регулировать можно путем организации стерилизации животных. Стерилизованные животные не дают потомства, и это тоже уменьшает численность животных. Можно отлавливать животных и помещать в приюты, где они не будут представлять никакой опасности для окружающих людей. И животные будут живы, и люди не пострадают. Скажите, пожалуйста, чьи компетенции решения проблемы бродячих животных? Безусловно, компетенции городских властей. Потому что, чтобы решать эффективно эти проблемы, необходимо финансирование. Хотя бы незначительное для того, чтобы начать заниматься этим вопросом. И создание специальных служб. Или же заключение договоров на платной основе со службами, которые уже функционируют в соседних городах, для того, чтобы они проводили отлов животных. В свете закона о защите животных от стрел бородячих животных в черте города они проводятся сейчас.